Засвидетельствовать о Божьей славе в моей жизни, в жизни моей семьи. Мне Бог каждый день просто чудеса какие-то дает в жизни. И когда люди говорят, что в нынешней церкви нету того Бога и нету чудес и знамений, я не знаю, где они ходят, в какую церковь. Мне есть. 2 числа этого месяца Даня мой сломал ногу на футболе, на тренировке. И там было 2 перелома в галеностопе, в стопе и еще трещина была. И 3 числа мы его повезли, я перед работой поехала на снимок, его повезло. Травматолог посмотрел, говорит, да. Говорит, надо делать. Хотя у меня сразу было понимание, что там 2 перелома минимум, было 2 перелома и трещина. Мы сделали снимок и описал рентгенолог снимок, потом травматолог. Заключение свое сделал. И мне показал травматолог, какие там переломы были. И вот тот, который был в галеностопе, он был очень сложный. Ну, я переживала за него. Хотя, когда мне начали люди звонить, я написала в Вайбере, чтобы молились за ребенка. И начали звонить. А где он есть? А он на вытяжке, а он там, а он там. Я поняла, слава Богу, он не на вытяжке. Слава Богу, он дома у меня, он нигде не в больнице. Я поблагодарила Бога сразу за это все дело. А Даня буквально сразу же начал говорить, мама, я знаю, что я исцелен. Я говорю, сколько людей за тебя молятся. Я говорю, спасибо, но я знаю, что я исцелен. И когда мы поехали на... вот в эту среду, мы поехали утром, опять я перед работой, бы повезла на повторный снимок. Врач-рентгенолог не отдавала снимок. Я зашла, а говорю, ну что вы, мы были в начале, мне на работу ехать, а вы не отдаете, мы третьими зашли. А вы не отдаете до сих пор снимок, уже другим давно поотдавали, кто был за нами. Она говорит, я не знаю, что тут писать. Я говорю, как вы не знаете, что тут писать? Я говорю, а что там на снимке? В том-то и дело, что ничего. Я говорю, ну так и напишите. Говорит, ну так как, говорит. Ну, в общем, она там что-то написала. И между собой, с медсестрой, так говорит, что вы это придумаете? Ну, она такая уже в возрасте, рентгенолог, она еще в нам когда-то маленьких делала, рентгены, да. И она говорит, так что, она заставляет пленку экономить, и она это посылает, еще и через гипс, сработает какой-то сложный снимок, когда там нема ничего. Я прихожу к травматологу, он читает и смеется. А медсестра, уже у травматолога его медсестра, спрашивает, что вы смеетесь? Он начинает читать слух, то, что написала рентгенолог. Следив перелома не выявлено, и не может быть выявлено его там, где его никогда не было. Вы же понимаете, если, ну то есть, прошло две недели, повторный снимок, понятно, что там срастается, и там должно видно, что там срастается ткань. А там так, тот сложный перелом, именно в глино-стопе, за который я переживала, там так, как будто его никогда не было. И трещины никогда не было. Единственное, там осталось чуть-чуть видно, где срастается, на этой, ну на стопе там, у основания госточки, ну там нарастает. Но это, наверное, из-за того, что я не переживала за этот перелом. И Даня начал, ну все, говорит, снимайте с меня этот гипс. А травматолог говорит, нет, говорит, я не могу, говорит, снять, понимаешь, вот тут чуть-чуть все-таки осталось. И он говорит, я говорю, она там ругалась на вас, ну та женщина, что вы там не... Она говорит, ну как, говорит, то есть уж она написала диагноз. Он читает ее первый диагноз, который был третьего числа, два перелома, трещина, он подтвердил это, сегодня нет. Она что-то мне кричала, что я снимки не тишина да принесла. Ну первое, говорит, не может такого быть, чтобы за две недели там следа не было. Свет есть даже через год. А там не было. Так что слава Богу за все.